Здравствуйте! Меня зовут Серега. И сейчас я передам вам мнение народа о правилах игры под названием «Жизнь». Вот что сейчас происходит. Вы знаете, как учредить фирму или юридическое лицо? Очень просто. Собираются учредители и учреждают фирму. Фирма является действующей, пока ее не ликвидируют. Фирма снимает офис, помещение или территорию для всей деятельности. Так называемые фирмы, условно названные как республики, государства и империи, учреждаются точно так же. Империи учреждаются на 300 лет, республики и государства на 100 лет. После чего ликвидируются автоматически. Фирмы, республики, государства и империи снимают не офис и здания, а определенную территорию, взятую в управление на срок существования фирмы. Фирма, учрежденная в 1918 году РСФСР с точками Троцкого, дальше просто Троцкого, на территории фирмы Российская империя, которая арендовала эту территорию у царства русского путем захвата. Захватила территорию, на которой вела свою деятельность имперская фирма Российская империя. Фирма Троцкого РСФСР нацепляла на себя мировых долгов для проведения этого захвата у иных фирм государств, которые ее проспонсировали для этого. РСФСР Троцкого, созданная в 1918 году на 100 лет до 2018 года, создала в 1922 году на 100 лет до 2022 года союз между иными фирмами. Так учредился Союз Республик СССР. Сталин же, желая уйти от долгов фирмы РСФСР Троцкого, учредил другую фирму Республику РСФСР в 1937 году на 100 лет до 2037 года, чтобы увести от долгов народа из РСФСР Троцкого, который создал СССР. РСФСР Сталина никогда не входил в состав СССР, который учредил РСФСР Троцкого. Союз СССР Сталина в 1945 году обрел статус народного государства по факту победы над фашизмом. После смерти Сталина под руководством Брежнева с подачи Хрущева в 1977 году принимают новую конституцию, восстанавливая РСФСР Троцкого и СССР, который учредил РСФСР Троцкого. Все эти годы народу внушали, что ему ничего не принадлежит и все всем правит партия. Постепенно подменялись понятия и усиливался гнет, в результате чего поступило достаточное количество жалоб для проведения референдума. В 1991 году состоялся референдум, где народ принял решение о сохранении Союза СССР как ФРССР – Федерации Равноправных Суверенных Социалистических Республик, в котором будут в полной мере обеспечиваться права и свободы человека любой национальности. Этим решением народ отменил СССР, который учредил РСФСР Троцкого. «Покуда человек, понятие человек, было закреплено международным сообществом как высшая ценность, и между человеком и его достоянием не должно быть посредников, при этом народное государство Союз СССР в границах 1945 года, которое победило фашизм, осталось, но в обновленном виде, то есть как ФРСССР. В результате развала СССР, который учредил РСФСР Троцкого, партия элита, которая привыкла распоряжаться народным достоянием, не захотела передавать власть народу и учинила переворот. А для того, чтобы народ не смог привести свое решение в исполнение, всем внушили, что они граждане РФ. Документов о принятии гражданства и передаче полномочий от Союза СССР к РФ нет. Единственный документ о переименовании Союза СССР в РФ – письмо Ельцина, на тот момент являющегося президентом РСФСР. В результате преступного сговора правящей верхушки с иностранными интервентами на протяжении 29 лет с 1991 по 2020 год долги РСФСР Троцкого равны долги СССР, который учредил РСФСР Троцкого. Из народной казны сборов и налогов выплачивает РФ-Россия РФ, продолжатель СССР, реаниматор РСФСР Троцкого 1918 года, учрежденного на 100 лет. В 2018 году эти 100 лет кончились. РФ равно РСФСР Троцкого закрыто. Канал поступления Дани с народа во все страны резко обрубается. Поэтому сегодняшним ОПГ, сидящим у власти, надо срочно вернуть СССР, которое тоже учредилось на 100 лет в 1922 году. РСФСР Троцкого. Чтобы еще два года до 2022 года через восстановленный СССР, который создал РСФСР Троцкого, доить народ. На арену для агитации выпускаются проекты всех мастей, которые топят за СССР. Говорят, что до 2022 года СССР вернуть надо, иначе всем крышка. Народ, думая, что фирма это только РФ, думает, что спасение в СССР и искренне желает возврата. Народ забыл, что сам учредил народную фирму в 1991 году на референдуме под названием Союз СССР или Обновленный Союз. Учредил и потерял. В исполнении референдума Обновленный Союз Союз СССР превратился в 1997 году в Народное Союзное Государство. Но народ, соучредители об этом даже не слышали. Или их фокус внимания специально перевели на СССР с долгами. Недееспособный народ уверен, что у него есть гражданство СССР, но умный Сталин сделал закон, не сделал закон о республиканском РСФСР и РСФСР гражданстве, без которого войти в Союзное Гражданство было невозможно. Сталин тем самым оградил народ от выплат долгов. Но как только РФ активировалась, через налоги, штрафы и сборы стали выплачивать долги в разных странах. Поэтому на ЮПИК все фирмы РФ зарегистрированы в разных государствах. Сейчас этот глупый народ, часть которого побежит как счастливые куры на перегонки за паспортом СССР, чтобы продолжить платить дань. А другая часть будет безропотно платить ОПГ за якобы кредиты ЖКХ, налоги, сборы и думать, что они платят бумажками. А на самом деле с их именных счетов будут утекать валюта, обеспеченная золотом. Поэтому нужно вернуться в юридическое поле обновленного Союза СССР, равного ФРССР, Федерации равноправных, суверенных, советских, социалистических республик, где народ, каждый человек в отдельности является учредителями и владельцами. И никто не вправе представлять наши интересы без доверенности или договора. Все, кто представляется нашим представителями, не имеют полномочий и не смеет собирать дань с нас за наши же ресурсы, грабить нашу землю и разрушать все созданное достояние. Вот такое мнение бытует и выложено на всеобщее обнародование. Для чего? Да для опровержения или одобрения. Поэтому убедительная просьба высказаться в комментариях и сделать репост в соцсетях для привлечения и обсуждения как можно большего количества человек. И напоследок я обращаюсь к тебе, мой благодарный зритель, с просьбой. Так как я по сложившейся традиции продолжаю питаться и чем-то согреваться, да и на развитии канала для улучшения качества видео требуется техника и связь с интернетом. А я в свое время, все свое время уделяю на пробуждение и объединение каждого человека и всего народа в целом. Изучаю документы, провожу встречи как вживую, так и посредством коммуникационной связи. Действую лично и являюсь активным участником объединения народов в городе, с которым посещаю оккупированные человечества органы и довожу до них информацию. Время и сил для заработка просто не остается. Именно по этой причине я прошу пополнить счет моего телефона по указанному номеру на сумму по вашему желанию и возможности. В описании после текста есть и другие возможности вашей помощи в трудное время для объединения человечества. Только на карту не кладите. Телефон привязан к карте, а с карты у меня воруют деньги Сбербанк. Благодарю вас за внимание, с братской любовью к тебе лично, да, Серега. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok